Это не Сейдр, друзья, я Александр Кушнель. К F-16 украинцы получат в том числе, по всей видимости, и кассетные боеприпасы. Почему они так важны были бы для украинских ФВС? Дело в том, что такие боеприпасы очень эффективны против наземной техники врага. Достаточно сказать, что 30 бомб CBU-97, которые может сбросить один B-52 за один вылет, уничтожают целую бронетанковую дивизию. F-16 может нести 8 таких бомб. Представьте, какой вред он мог бы нанести вражеским наземным войскам. И вот эти бомбы были бы очень хорошо как раз-таки в той борьбе, которую украинцы сейчас ведут на Запорожском и Юго-Восточном направлении в Украине. Итак, в сегодняшнем выпуске рубрики «Второфронт» мы вам расскажем все, что вы хотите знать о кассетных боеприпасах к истребителям F-16, которые, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, зайдут в Украину уже в начале 2024 года. И уже вот, по всей видимости, с января-февраля начнут активно работать на фронте. Соответственно, мы можем ожидать интенсификацию боевых действий в Украине. И как минимум следующую фазу масштабного украинского контрнаступления уже примерно весной. Возможно, тогда и состоятся ключевые бои с участием истребителей F-16. И вот этих самых кассетных боеприпасов, вероятно, в том числе. F-16. Кассетные бомбы. Истребитель-бомбардировщик F-16 может применять различные типы кассетных боеприпасов. Или, как их еще называют, кластерных бомб. В обозначении кассетных боеприпасов всегда используется аббревиатура CBU – Cluster Bomb Unit – кассетная бомба, после которой обычно следует двух- или трехзначный номер. CBU-87CEM – Combined Effects Munition – боеприпас комбинированного действия – это кассетная бомба, используемая военно-воздушными силами США. Она была разработана компаниями Honeywell и Airjet General и представлена в 1986 году для замены более ранних кассетных бомб, использовавшихся еще во времена войны во Вьетнаме. Когда бомба CBU-87 используется вместе с хвостовым комплектом наведения с поправкой на ветер, она становится намного более точным боеприпасом и получает соответствующее обозначение – CBU-103. Базовая версия CBU-87 предназначена для сброса с самолета на любой высоте и на любой скорости. Это свободно падающая, то есть гравитационная бомба, поэтому ее наведение на цель должен осуществлять самолет-носитель. После сброса от пилота не требуется выполнение каких-либо дополнительных действий, в отличие от управляемых боеприпасов или умных бомб. CBU-87 может применяться различными типами боевых самолетов. Кассетная бомба CBU-87 имеет длину 231 см, диаметр 41 см и весит примерно 431 кг. Стоимость этого боеприпаса составляет всего 14 тысяч долларов. Авиабомба CBU-87 включает в себя контейнер SUU-65B, взрыватель с 12 вариантами замедления и 202 суббойприпаса комбинированного действия BLU-97B. Каждый такой суббойприпас представляет собой цилиндр желтого цвета, длиной 20 см и диаметром 6 см. Суббойприпасы BLU-97B предназначены для поражения бронетехники, жилой силы или легкобронированных целей. Они состоят из кумулятивного заряда, стальной осколочной гильзы с насечками и циркониевого кольца для зажигательного воздействия. Бомба CBU-87 также может быть оснащена дополнительным датчиком приближения к цели FZU-39B с 10 вариантами высоты. F-16 может нести на внешних узлах подвески до 8 бомб CBU-87. После сброса с самолета бомба начинает вращаться. Имеется 6 скоростей, которые могут регулировать частоту вращения бомбы. После того, как она опускается на определенную высоту, контейнер разрывается и суббойприпасы высвобождаются. Каждый суббойприпас имеет кольцо вкладок на хвостовой части. Они ориентируют бомбу и запускают надувной замедлитель, чтобы уменьшить скорость падения бомбы. Когда суббойприпасы падают на землю, они покрывают большую площадь. При этом бомба CBU-87 можно отрегулировать таким образом, чтобы она могла покрывать меньшую или большую площадь. В зависимости от скорости вращения бомбы и высоты, на которой открывается контейнер, CBU-87 может покрывать площадь от 20 на 20 метров, это 400 квадратных метров, при малой высоте сброса и низкой скорости вращения, до 120 на 240 метров, это 28 800 квадратных метров, почти 3 гектара, при большой высоте сброса и высокой скорости вращения. Производители и Министерство обороны заявляют, что вероятность отказа суббойприпаса составляет около 5%. Это соответствует примерно 10 суббойприпасам, не взорвавшимся при ударе, из 202 покинувших контейнер. Во время операции «Буря в пустыне» военно-воздушные силы США сбросили 10 035 бомб CBU-87. Во время бомбёжки Югославии США сбросили около 1100 кассетных бомб, в основном CBU-87. CBU-97 SFW – Sensor Fused Weapon – оружие с сенсорным взрывателем. Это кассетная бомба свободного падения военно-воздушных сил США, класса 1000 фунтов, 450 килограммов. Она была разработана и производилась компанией Textron Defense Systems. Бомба CBU-97 SFW, используемая вместе с хвостовым комплектом наведения с поправкой на ветер, превращается в новое высокоточное оружие и получает соответствующее обозначение – CBU-105. Бомба CBU-97 SFW включает в себя дозатор SUU-66B и 10 тактических суббойприпасов BLU-108. Каждый такой суббойприпас содержит по 4 снаряда с сенсорным взрывателем в форме хоккейной шайбы, которые называются SCITS, по аналогии со стендовой стрельбой по специальным мишеням-тарелочкам. Снаряды обнаруживают целевые транспортные средства, такие как танки, бронетранспортеры, грузовики и машины поддержки и стреляют по ним взрывчатым зарядом. 40 таких летающих тарелок сканирует площадь в 460 на 150 метров – это 69 тысяч квадратных метров, почти 7 гектаров, с помощью инфракрасных и лазерных датчиков, ведя поиск бронированной цели путем сопоставления с имеющимся образцом. Когда тарелка находит цель, она стреляет по ней взрывным пенетратором. Если найти цель не удается, тарелка самоуничтожается на высоте 15 метров над землей. Если и это не удается, резервный таймер отключает тарелку. Эти меры были приняты для предотвращения последующих жертв среди гражданского населения от неразорвавшихся боеприпасов. Благодаря таким мерам предосторожности доля неразорвавшихся боеприпасов составляет менее 1%. Когда SBU-97SFW приближается к заданной точке, обшивка дозатора разрезается на три панели, режущим зарядом взрывчатого вещества. Поток воздуха срывает эти три панели, обнажая 10 суббы припасов BLU-108. Подушка безопасности выбрасывает пять передних суббы припасов, а затем пять из кормового отсека. По заданному графику суббы припасы раскрывают парашюты так, чтобы они находились на расстоянии около 30 метров друг от друга. Затем каждый суббы припас отбрасывает свой парашют и запускает ракетный двигатель, который останавливает его спуск. BLU-108 начинает вращаться вокруг своей продольной оси, а затем запускает летающие тарелки попарно на 90 градусов друг от друга. Каждая вращающаяся тарелка совершает конусообразное движение, которое позволяет головке наведения сканировать небольшую окружность на Земле. Лазерный датчик обнаруживает изменения видимой высоты местности, например, контур автомобиля, в то время как инфракрасный датчик обнаруживает его тепловые сигнатуры, например, излучаемые двигателем. Когда обнаруживается комбинация высотных контуров и тепловых сигнатур, указывающих на конкретную цель, тарелка детонирует, стреляя по цели с помощью EFP – Explosively Formed Penetrator – взрывчатого пенетратора. Выстрел производится на высокой скорости, достаточной для того, чтобы пробить броню танка и уничтожить его экипаж. Не секрет, что даже хорошо бронированные машины, такие как основные боевые танки, хотя и имеют мощную броню спереди и по бокам, получают лишь легкую броню сверху, которая относительно просто пробивается. Одна бомба SBU-97SFW в состоянии распространять пенетраторы по площади в 15 акров – 61 тысяча квадратных метров. И даже больше. Так что атака этой единственной бомбой эффективно останавливает бронированный конвой, движущийся по дороге. Первоначально бомба была разработана во время Холодной войны для истребителей-бомбардировщиков, летающих на малой высоте, вне радиолокационного прикрытия, для атаки советских танков. Один высотный тяжелый бомбардировщик B-52 Stratofortress с помощью 30 таких бомб может уничтожить целую бронетанковую дивизию, тогда как в прошлом для выполнения такого задания понадобились бы десятки самолетов и сотни обычных бомб. Бомба CBU-97SFW, или же ее высокоточная версия CBU-105, используется тактическими самолетами на высоте от 60 до 6100 метров над уровнем Земли. Это высота, измеренная относительно подстилающей поверхности, и на скорости от 460 до 1200 км в час. Этот вид оружия находится в производстве с 1992 года. Впервые оно было развернуто, но не использовалось, во время операции против Югославии, когда НАТО вступило в войну в Косово. CBU-97 впервые была использована в бою в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Масса бомбы – 420 кг, длина – 234 см, диаметр – 40 см, стоимость – 360 000 долларов. Кассетная бомба Gator – это специальная система, позволяющая сбрасывать с воздуха противотанковые и противопехотные мины. Она была разработана в США в 1980-х годах для обеспечения совместимости с уже существующими кассетными дозаторами. Gator в переводе на русский «аллигатор» используется с двумя системами дозаторов – с 500 фунтовым 230 кг дозатором CBU-78B для военно-морских сил и с 1000 фунтовым 450 кг CBU-89B для военно-воздушных сил. Кроме того, боеприпасы системы Gator используются с минной системой Volcano – наземного и вертолетного базирования. При использовании боеприпасы сбрасываются с самолета, летящего на скорости от 370 до 1300 км в час, на высоте от 100 до 1200 метров. Взрыватель FMU-140B управляет открытием дозатора на одной из десяти заданных высот от 90 до 900 метров с помощью доплеровского радара или, в качестве альтернативы, односекундного взрывателя. Взвод мины начинается, когда дозатор открывается с активацией пентооксидной ванадиевой батареи мины. Эти круглые по форме мины имеют прямоугольный пластиковый аэробаллистический переходник. Как только мины достигают Земли, они сразу же становятся активными за одну десять секунд. Активные мины самоуничтожаются по истечении заданного времени, которое может быть установлено на 4 часа, 15 часов или на 15 дней. Но в любом случае не сработавшая мина отключается через 40 дней от установки, когда полностью разряжается ее батарея. Время самоуничтожения устанавливается непосредственно перед взлетом самолета с помощью простого переключателя на дозаторе. Система Гейтер предоставляет средства для быстрой установки минных полей на Земле с использованием скоростных тактических самолетов. Типичное минное поле, которое было заложено с помощью системы Гейтер, покрывает площадь 650 на 200 метров и содержит 432 противотанковые и 132 противопехотные мины. Эти минные поля обычно используются для блокирования территории, предотвращения передвижений наземных войск или для обездвиживания целей в дополнение к другим средствам прямого наведения. Так, в ходе войны в Персидском заливе 1991 года военно-воздушные силы США использовали в общей сложности 1105 дозаторов SBU-89B. Одна из заявленных задач заключалась в том, чтобы воспрепятствовать передвижению иракских ракетных установок SCAD. Система CBU-89B, предназначенная для военно-воздушных сил, представляет собой 1000-фунтовый 450 кг кассетный боеприпас, содержащий 72 противотанковые и 22 противопехотные мины. Она состоит из дозатора тактических боеприпасов SUU-64B с дополнительным датчиком приближения FZU-39. Дозатор SUU-64B обладает общей конфигурацией с боеприпасом комбинированного действия SBU-87B. Это позволяет производить дозаторы для обоих систем с высокой скоростью и с низкими затратами. Когда система SBU-89B используется вместе с хвостовым комплектом наведения с поправкой на ветер, она становится намного более точным боеприпасом и получает соответствующее обозначение SBU-104. Система SBU-78B, предназначенная для военно-морских сил, представляет собой 500-фунтовый 230 кг кассетный боеприпас, содержащий в себе 45 противотанковых и 15 противопехотных мин. Она использует тот же дозатор, что и система Mark VII Rokai. Противотанковая мина BLU-91B представляет собой небольшой плоский цилиндр с аэробаллистической оболочкой прямоугольной формы. Магнитный датчик этой мины обнаруживает потенциальные цели. Когда проходящая цель достигает наиболее уязвимой точки подхода, мина взрывается. Мина также срабатывает при попытке ее перемещения, либо же если ее ванадивая батарея достигает определенной точки низкого напряжения. Как только взрыватель срабатывает, подрывается небольшой расчистной заряд, который убирает любой мусор, который может быть над корпусом мины. Через 30 мс срабатывает второй большой заряд, создающий взрывоопасный пенетратор, способный пробить до 70 мм брони. Используя эффект мишни-шардена. Эффект тарелки характерен для детонации широкого листа взрывчатого вещества. Такой заряд способен пробить дно большинства бронетехники снизу. Масса мины. 1,950 кг. Диаметр 127 мм. Она содержит 580 г взрывчатой смеси, состоящей из гексогена и эластомера, взрывчатого вещества на полимерной связке. Противопехотная мина BLU-92B действует несколько иначе. После того, как BLU-92B достигает земли и проходит задержка взведения, срабатывает пиропатрон, запускающий 8 растяжек из мины. Натяжение любого из проводов осуществляет подрыв мины электронным способом. У мины также есть специальный переключатель BALL-AND-CAN, препятствующий разминированию. Эффективный радиус поражения около 20 метров. Масса мины. 1,680 кг. Диаметр 127 мм. Основной заряд мины состоит из 420 г смеси Composition B, представляющий собой взвесь порошка гексогена 59,5%, скорость детонации 8750 м в секунду. В раз плавит тринитротолуола 39,4%, скорость детонации 6900 м в секунду. С добавлением 1% парафина. Рассказывая об этих кассетных бомбах, мы уже три раза упомянули хвостовой комплект. С помощью которого они становятся намного более точными боеприпасами. WCMED, Wind Corrected Munitions Dispenser, то есть раздачник боеприпасов с поправкой на ветер, это специальный хвостовой комплект, производимый компанией Lockheed Martin, для использования его семейством кассетных бомб Tactical Munitions Dispenser, который позволяет преобразовать их в высокоточные боеприпасы. Еще в 1997 году военно-воздушные силы США заключили контракты на завершение разработки и начало производства WCMED, планируя модифицировать 40 тысяч дозаторов тактических боеприпасов. 30 тысяч из них для CBU-87CEM и по 5 тысяч для CBU-97SFW и Gator по цене 8 937 долларов за единицу. Перед запуском WCMED встроенная инерциальная система обновляется навигационными данными GPS с самолета-носителя. Дальность полета составляет от 16 до 20 километров. Круговое вероятное отклонение от цели 26 метров. Также проводились испытания нового комплекта WCMED-ER Extended Range увеличенной дальности. Добавление крыльев позволило увеличить дальность полета до 40-65 километров с сохранением той же точности 26 метров. Однако эта программа была свернута в августе 2006 года из-за плохих результатов испытаний и нехватки бюджета. Поскольку истребитель F-16 способен нести на внешних узлах подвески до 8 кассетных бомб, можно себе представить, какой урон он способен нанести врагу всего за один вылет. Субтитры создавал DimaTorzok